Здравствуйте! В эфире программа «Область экономики» в студии Екатерина Рожкова. Минтруд подготовил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 19242 рублей со следующего года, сообщает российская газета. Повышение таким образом составит 18,5%. Помимо этого, в ведомстве рассматривают возврат к методике установления МРОД в соотношении с медианной заработной платой, не ниже 48%. Прежняя система расчета предполагает 42%. Напомним, медианная зарплата – это та, больше и меньше которой получают половины работающих граждан. По данным Росстата, в прошлом году показатель составил 40 300 рублей. Более тысячи амурчан с начала года стали обладателями социальных контрактов. С их помощью жители Преамурия находят работу, открывают свой бизнес и организовывают личные подсобные хозяйства. В этом году на такую меру поддержки направили около 400 миллионов рублей. Получить социальный контракт могут жители региона, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Как отметили в региональном правительстве, социальные контракты действуют в Амурской области с 2021 года. Государственная соцпомощь предоставляется в виде выплаты социального пособия. В 2022 году на социальные контракты выделили более 300 миллионов рублей. Их заключили почти 2500 человек. Дорожную карту по газоснабжению «Тынды» разработают до 2027 года. Сейчас министерство ЖКХ области прорабатывает для северной столицы проект дорожной карты. В перспективе на голубое топливо переведут 4 котельных и частные дома, сообщают в правительстве региона. Сейчас газовая котельная работает в Циолковском. Строительство еще двух завершают в Свободном. По словам Василия Орлова, до 2028 года в городе газифицируют еще 25 котельных. В областной столице первая котельная на газе строится. Три других возведут в рамках мастер-плана. На очереди газификация «Тынды» в настоящее время идет поиск организации, которая подготовит схему расположения объектов газоснабжения. Амурская область в тройке лидеров по вводу жилья на Дальнем Востоке. За пять месяцев в регионе построили около 200 тысяч квадратных метров. Как сообщает Амурстат, в два с половиной раза больше жилья ввели в эксплуатацию в Приморье. В Бурятии на 50 тысяч квадратов. Снижение темпов строительства наблюдается в Забайкалье на 20 тысяч меньше. На Сахалине площадь готового жилья за этот период составила 107 тысяч квадратных метров. Наиболее низкие показатели в еврейской автономии и на Чукотке – 10 тысяч и 2,5 тысячи соответственно. Амурские работодатели могут получить компенсацию за проведенные мероприятия по охране труда, по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Подать документы на обеспечение финансирования в региональное отделение социального фонда России необходимо до 1 августа. Подробнее об этой возможности расскажет управляющая отделением социального фонда по Амурской области Елена Гончарова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена Владимировна, давайте вы сначала расскажете, что это за программа, потому что, как выяснилось, далеко не все работодатели о ней знают, хотя действует она у нас уже не первый год. Да, совершенно верно. Мы с вами, как физические лица, можем подать заявление на возмещение расходов, понесенных в связи с лечением и обучением, например. Это называется социальный налоговый вычет. Так и работодатели могут вернуть часть страховых взносов, уплаченных за своих работников, в случае, если они осуществят определенные расходы, связанные с профилактическими мероприятиями по охране труда, направленных на сокращение производственного травматизма и профзаболеваний. Законодательством предусмотрено около 16 различных мероприятий. Сюда входят и периодические медицинские осмотры своих работников, и приобретение средств индивидуальной защиты, медицинских аптечек, кроме того, проведение специальной оценки условий труда и обучение, например, по охране труда. Важно понимать, что все эти мероприятия работодатель проводит за счет собственных средств, а в дальнейшем социальный фонд компенсирует. Понесенные расходы. Страхователь может вернуть до 20% страховых взносов, начисленных за предыдущий текущий год. В случае, если эта сумма может быть увеличена, если работодатель оплатит санаторно-курортное лечение своим работникам пенсионного и предпенсионного возраста. Соответственно, сумма будет увеличена до 30%. Как проходит сама процедура? Компенсация расходов за понесенные расходы осуществляется в два этапа. Первый этап – работодатель должен заявить о себе, о том, что он будет участвовать в данной программе. Он подает до 1 августа. Обращая внимание, до 1 августа осталось немного времени, практически 2,5 недели. Заявление о том, что он будет участвовать в программе финансирования предупредительных мер, связанных с сокращением производственного травматизма и профзаболевания. Это заявление можно подать как через личный кабинет юридического лица, так и через личный кабинет на сайте, на портале Госуслуг, так и непосредственно обратиться в клиентские службы Социального фонда России. Второй этап – это заявление о возмещении расходов, понесенных в связи с предупредительными мерами. Это заявление нужно подать до 15 декабря. И опять же, обращаю внимание, дату нельзя упускать. То есть до 15 декабря, подав заявление, также предоставляются документы, подтверждающие понесенные расходы. В течение пяти рабочих дней Социальный фонд выносит решение и перечисляет средства на счет страхователя. Все ли получат это финансирование и есть ли какая-то уже конкретная сумма? Да, вы правы, что у нас данная программа по финансированию предупредительных мер, она ограничена не только сроками подачи заявления, но и суммой. На 2023 год Амурской области выделено 143 миллиона рублей для финансирования предупредительных мер. На сегодняшний день около 119 предпринимателей, работодателей уже подали данное заявление. Но не все заявления могут быть одобрены. Например, если в текущем финансовом году у работодателя имеется непогашенная неустойка, либо пени, штрафы, либо работодатель подал недостоверные сведения, либо предоставил неполный пакет документов, ему может быть отказано. Какие мероприятия наши работодатели проводят в части охраны труда? Есть ли какая-то такая статистика? Да, наши работодатели активно участвуют в данной программе. В прошлом году 250 заявлений было принято от юридических лиц. Общая сумма возмещения расходов составила 130 миллионов. В первую очередь наши работодатели активно проводят профилактические медицинские осмотры своим работникам. Это лидирующая категория? Лидирующая, да. Около 11 тысяч работников из 132 предприятий прошли медицинские осмотры. На втором месте это приобретение средств индивидуальной защиты. Более 70 тысяч средств индивидуальной защиты было приобретено нашими страхователями. В прошлом году 5 миллионов было потрачено на санаторно-курортное лечение работников. 82 работника прошли отдых в санатории. Что тоже очень хорошо. Да, совершенно верно. В свою очередь мы, региональное отделение социального фонда, выступаем в данной программе с двух сторон. Мы как участники, тоже как работодатели, в том числе и направляем своих работников на санаторно-курортное лечение. У нас в этом году 6 человек пройдет лечение в санатории. И в то же время мы являемся участниками финансирования расходов, понесенных нашими страхователями. Елена Владимировна, еще один вопрос. Где можно подробнее с этой мерой поддержки ознакомиться? Можно на сайте социального фонда России, региональная страница, раздел «Страхователь». Так и называются предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Также можно обратиться в единый контакт-центр социального фонда. Это 8 800 1 5 0 1. Либо обратиться в наш непосредственно профильный отдел. 99 31 45 телефон. Елена Владимировна, спасибо большое, что сегодня пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это были все новости экономики. Удачи в делах и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин